В эфире Первого канала новая серия реалити «Вызов. Первые в космосе». В четвертой серии будущие участники начинают подготовку к историческому полету. Герои узнают, как устроен полетный космический скафандр «Сокол». Приступают к физическим тренировкам, учатся питаться в невесомости. Ознакомление с устройством корабля и станции, подготовка к экзаменам по всем пройденным материалам. В это же время на Байконуре основной дублирующий экипажа пилотируемого корабля «Союзом С-19» готовится к старту. По давней байконурской традиции на площадке номер 17 – это гостиница «Космонавт». Будущие участники полета посадили деревья на космической аллее. Сознание всей той гордости за то, что нам разрешили посадить дерево вообще в одном месте, где сажали такие великие люди. Это осознание все придет, наверное, чуть позже, потому что сейчас, как Клим сказал, как Антон уже говорил, мы сейчас готовимся и уже работа такая идет по секунду, поминутно. Надо сказать, что и сценарий, и тот кусок, который мы будем снимать непосредственно на МКС, он разобран по секундам. Понимаете, мы сейчас больше вот этим занимаемся. У экипажей прошла еще одна, как называют специалисты, примерка корабля в монтажно-испытательном комплексе РКК «Энергия» площадки номер 254. Позже космонавты и участники полета провели осмотр будущей ракеты-носителя в МИКе РКЦ «Прогресс» площадки номер 31. В этот раз ракета-носитель «Союз-2.1а» украшена специальной символикой проекта «Вызов». В понедельник запланирована госкомиссия, где будут окончательно утверждены основной и дублирующий экипажи. Проект «Вызов» станет наглядным свидетельством того, что ускоренная подготовка в будущем понадобится для оперативной отправки в космос необходимых на орбите специалистов, врачей и ученых. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур во вторник, 5 октября в 11.55 по московскому времени. Следите за нашей трансляцией. 24 сентября высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля «Союзом С-19» и возвращению на землю спускаемого аппарата корабля «Союзом С-18». После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции уменьшилась на 1200 метров. Также 28 сентября на российском сегменте МКС произошла перестыковка пилотируемого корабля «Союзом С-18» с модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Космонавты «Роскосмос» Олег Новицкий, Пётр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ван Дехай заняли свои места в корабле и в ручном режиме произвели растыковку и причаливание к модулю «Наука». Цель этой операции на орбите — освобождение стыковочного узла для стыковки корабля «Союзом С-19», старт которого намечен на 5 октября. На космодром «Восточный» доставлена новая партия спутников компании «Ванвеб». Пуск 36 аппаратов, который запланирован на октябрь этого года, должен довести количество спутников «Ванвеб» на околоземной орбите до 358. Низкоорбитальные космические аппараты «Ванвеб» предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка лауреатов премии имени Юрия Гагарина в области космической деятельности в 2021 году, в который вошли 10 коллективов. Одна из наград в этом году присуждена создателям орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-Р». В премии Гагарина отмечен и коллектив Центра подготовки космонавтов за создание комплекса методов и технологий для отработки операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в интересах обеспечения полетов на Луну и Марс. Еще один лауреат — Центр имени Келдыша. В научно-исследовательском центре создан комплекс физического моделирования мощных ядерных энерго-двигательных установок космического назначения. Российский спутниковый оператор «Космическая связь» и международный сервис-провайдер «Хантер Коммуникейшнс» организовали каналы связи для мониторинга сейсмической активности Земли. Высокоточные сейсмометры, установленные в ряде районов Якутии, передают информацию через спутник связи и вещания «Экспресс-АМ-5». Более полутора миллионов квадратных километров территории Якутии являются сейсмоопасными. Ежегодно здесь происходят сотни землетрясений различной силы. Датчики позволяют зафиксировать вибрацию земной коры, что позволяет предсказать землетрясение заблаговременно. В перспективе охват ВСАД-сети для мониторинга сейсмической активности будет расширен на всю Восточную Сибирь. Завершилась юбилейная пятая отраслевая спартакиада Госкорпорации «Роскосмос» и Организации российской ракетно-космической отрасли. Торжественная церемония закрытия проходила на московской площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Звезда». Победителем спартакиады стала команда ракетно-космического центра «Прогресс». Второе место досталось НПО «Энергомаш». Третье — НПО имени Лавочкина. Во французскую Гвиана отправлены контейнеры с двумя разгонными блоками «Фрегат МТ» разработки НПО «Лавочкина». Они предназначены для использования в предстоящих пусковых компаниях, оператором которых выступает европейский поставщик пусковых услуг «Ариан Спейс». Разгонный блок «Фрегат МТ» является модификацией разгонного блока «Фрегат» для запусков из Гвианского космического центра и обеспечивает весь процесс выведения космических аппаратов в соответствии с полетным заданием без вмешательства с Земли. 27 сентября 2021 года Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Китайской национальной космической администрацией обсудили за закрытыми дверями сотрудничество по Международной научной лунной станции. Астрономы отыскали в близкой к Солнцу области звездообразования гигантский расширяющийся пузырь, который образовался от множественных взрывов сверхновых. Предполагается, что именно расширение этого пузыря помогло сформироваться молекулярным облакам Персея и Тельца, в которых рождаются новые звезды. Это открытие стало доказательством того, что сверхновые помогают образованию новых регионов, где рождаются звезды. В Институте космических исследований Российской академии наук состоялось заседание Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос». Эксперты обсудили темы экзопланет, научных направлений Института космических исследований, проект Федерального закона о дистанционном зондировании Земли, планетные и астрофизические исследования, солнечно-земные связи, специальное приборостроение, лабораторное оборудование, научно-образовательную деятельность и другие важные темы. Пятьдесят лет назад, 28 сентября 1971 года, с космодрома Байконур произведен пуск ракетоносителя «Протон-К» и советской автоматической межпланетной станции «Луна-19». Аппарат стал шестым искусственным спутником Луны. Главной задачей станции было фотографирование лунной поверхности и измерение магнитного и гравитационного полей Луны. В качестве приборного отсека был использован корпус лунохода без шасси и радиоизотопного генератора. Для получения изображений лунной поверхности на борту аппарата были установлены две оптико-механические телевизионные камеры, аналогичные установленным на луноходах. 3 октября 1971 года автоматическая станция «Луна-19» вышла на орбиту Луны. Всего было проведено 12 сеансов съемки и получен 41 снимок лунной поверхности. Для изучения всего гравитационного поля Луны было произведено 23 цикла измерений. Связь со станцией прекратилась 1 ноября 1972 года. На орбите Луны она проработала 13 месяцев. Холм и солнечные пятна. Расстояние до главной звезды нашей системы – 150 миллионов километров. Снимок сделан в Испании. Автор – Джорди Кой. Темная туманность Линца. Богатая пылью молекулярное облако примерно в тысячи световых годах от нас. Это часть сложного комплекса туманностей в созвездии Цефея над плоскостью Млечного Пути. На заднем плане далекие галактики, просвечивающие сквозь полевую завесу. Комета C-2020-F3 «Неовайз» и «Далекая гроза». Автор – Юлия Бакирова. Комета «Неовайз» прошлым летом в течение нескольких недель была видна невооруженным глазом. C-2020-F3 считают самой яркой космической странницей за последние 25 лет. В следующий раз «Неовайз» вернется к Солнцу через 6800 лет. Кометы «Хвостатые гости» – странники Солнечной системы. Именно благодаря кометам земляне становятся зрителями самого красивого небесного зрелища – метеорных дождей. Вспышки на небе – это частицы полевого хвоста кометы. Их размер варьируется от нескольких молекул до сотен микрон. В 1986 году несколько космических аппаратов «Вега-1», «Вега-2», созданные в НПУ Лавочкина, а также «Джотто» Европейского космического агентства, исследовали комету Галлея. В 2004-м аппарат НАСА «Стардаст» сблизился с кометой «Вильда» на расстоянии 240 километров, собрав образцы ее пыли при помощи специального коллектора. А в 2014-м спускаемый аппарат «Фила» Европейского космического агентства впервые в мире совершил посадку на комету Чурюмова-Герасименко. В результате этих исследований было установлено, что твердое кометное вещество и кометная пыль – это смесь кристаллических и аморфных минералов из класса силикатов. Главные выводы ученых – кометы не образовались на ранней стадии формирования Солнечной системы, как считалось ранее, так как некоторые минералы, такие как оливин, могли образоваться только в условиях температур свыше 1000 градусов Цельсия. Этот факт предполагает, что кометы состоят из смеси веществ, которые появились в разное время на всем пространстве Солнечной системы. На сегодня все. Присылайте нам ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobakatvroskosmos.ru и до встречи в космической среде. Солнечной системы Ужижимая Constitution Вот же все еще разбирайте Солнечной системы Иltsome в 싸 sontа Рис Currentов Солнечные системы Отлично Солнечной системы Отлично